Безопасный маршрут – это светофор с кнопкой как раз напротив школы. У нас два пешеходных перехода. Один находится здесь, в этой части другой находится с противоположной стороны. Новый светофор у губернаторского лица номер 100 установили по просьбе родителей. Более двух тысяч ребят учатся в образовательном учреждении. И когда большой поток школьников переходит дорогу по утрам, на улице Юго-Западная образуется большая пробка. Взрослые надеются, что эта проблема теперь решена. Кроме того, в лицее оборудовали новый класс, где школьники будут изучать беспилотники. Учреждение стало участником национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. В классе уже сделан ремонт, оборудование завезут к 1 сентября. Оборудование включает в себя, во-первых, мебель. То есть мебель рассчитана на 12 человек. То есть одномоментно может в этом кабинете заниматься 12 человек. Это моделирование систем беспилотников, это управление беспилотниками. Там будет стоять и 3D-принтер, и сами беспилотники. Там будет малая полетная зона, то есть сетка для малой полетной зоны, сетка для большой полетной зоны, которую мы развестим в спортивном зале. Такой же специализированный класс появится в лицее при УЛГТУ номер 45. В учебном заведении также установили охранную пожарную сигнализацию во всех кабинетах первого этажа. Безопасность школы – один из важных пунктов приемки. В Ульяновске работают сразу 4 комиссии, куда входят общественники, депутаты, родители, сотрудники МЧС, Росгвардии и ГИБДД. В 70-й школе есть небольшие замечания по подходам. До середины августа их должны устранить. Также мы дали заявку еще в прошлом году на строительство здесь ливневки при подготовке к приемке, к принятию бюджета. И в этом году ливневка на Хашимина также появится. В целом школа подготовлена, все чисто, прибрано, аккуратно. А в качестве подарка к началу нового учебного года мы здесь торжественно откроем новое футбольное поле. Комиссия оценивает оснащенность кабинетов, обеспечение школьных библиотек учебниками, создание условий для доступной среды, выполнение санитарных норм и благоустройства территории. Всего к приемке представлено 82 муниципальных и 2 частных школы Ульяновска.